Бронто Скайлифт Особные машины-подъемники в СССР начали делать лишь в середине прошлого века. Предшествовали им выдвижные и автолестницы. Этому подъемнику уже более 30 лет. А выглядит и работает так, как будто был только что выпущен с производства. Масса 20 с лишним тонн. Два посадочных места для личного состава. Хотя на самом деле для управления автомобилем достаточно одного водителя. Панель управления стрелой находится на платформе. В самом корпусе – панель управления выносными аутригерами. Так называются эти выдвижные столбы, благодаря которым машина устойчива во время работы самого подъемника. Как правило, эта машина работает в сцепке с автоцистерной. Пожарные могут подавать тушащее вещество прямо через люльку, к низу которой прикреплен ороситель. А вдоль колен протянуты сухотрубы. Через них также можно передавать воду, пену или их смесь. В чем плюс коленчатого подъемника данного типа? Нет необходимости использовать рукава по самой установке. Мы только подсоединяем рукава полугайки снизу к автомобилю, к патрубку. И сверху устанавливаем прибор подачи огнетущего вещества. Применяется эта машина на самых сложных происшествиях. Ороситель люльки может создать водяную завесу, плотный столб воды, который не даст разгореться сильному пожару. И, конечно, он используется для спасения людей с высоты. Вот таким образом спасают людей при помощи коленчатого подъемника. На самом деле, при спасении с девятиэтажного дома эта процедура реально может показаться очень страшной, но зачастую это единственный способ спастись от огня. Сразу после того, как спасенный оказался в кабинке, пожарный пристегивает его к себе карабином. Единственный минус этой машины – сразу нескольких человек с высотки спасти не удастся. Если автолестница, к примеру, может стоять статично, то подъемник должен перемещаться. А на опускание и подъем люльки уйдет немало времени. Кроме того, грузоподъемность у нее 250 килограммов, а это не более трех человек. Поэтому в основном машину используют именно для тушения. И еще один момент. Для установки машины необходима достаточная площадка. Именно поэтому пожарные в очередной раз обращаются с просьбой к владимирцам. Не загораживайте проезд во дворах автомобилями. Иначе даже такой мощный агрегат на месте окажется бесполезным.